Традиционный день урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании и чествованию передовиков жатвы Республики Адыгея, прошел в режиме видеоконференции. Аграрий в Республике приветствовал глава Адыгея. Мурат Кумпилов поблагодарил всех участников уборочной кампании за самоотверженный труд и достигнутые показатели, несмотря на неблагоприятные погодные условия и карантинные ограничения. Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли, дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с завершением сезонных полевых работ. Каждый год по традиции мы подводим итоги жатвы. Чествуем акрария в Республике, чей труд обеспечивает стабильное развитие сельского хозяйства региона. К совершению заграничительных мер мы не можем поздравить вас в более подходящей для такого случая обстановке. Год нынешний очень непростой. Весенние посильные работы проходили в условиях карантинных ограничений. Многим пришлось срочно переставиться в новых условиях, возникли сложности с наймом сезонных работников. Вдобавок работа велась в режиме повышенных санитарных норм. Опасения насчет урожая, конечно, были. Подводила погода. Но последние дожди. Тогда, конечно, нам повезло. Всевышний помог. И трудолюбие селян. Все это в совокупности. И мы достигли лучших результатов в сельском хозяйстве. С нашей стороны оказана возможная помощь и поддержка, чтобы уборка урожая этого года и севозимых культур под урожай будущего года прошли в оптимальные агротехнические сроки. Результаты более чем достойные. В республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зерновоговых культур, что на 15% больше, чем в прошлом году. Такой показатель сложился в том числе за счет увеличения урожайности на 6% с гектара. По сравнению с прошлым годом у нас выше показатель по сбору мировых зерновых и зерновоговых культур на 5 тысяч тонн культур. Более того, в этом году воды ей наибольше показать среди субъектов Южного Федерального округа последние урожайности азимых зерновых 51,8 центн культур. Сейчас планово завершается севозимых и зимующих культур, что позволит заложить хороший фундамент под урожай следующего года. Хочу выразить благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса за полученные результаты. Это важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. Докладывая в середине октября президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о ходе уборочной кампании, министр сельского хозяйства России Дмитрий Николаевич Патрушев отметил, что урожай зерновых в этом году может быть как минимум вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России. Все это лишний раз подтверждает, что в отрасли большой потенциал. Даже из сложности мы можем извлекать пользу. Ограничения, вызванные пандемией, стимулировали внедрение автоматизированных технологий, дали серьезный толчок цифровизации отрасли. Мы в этом году и в следующем будем продолжать идти именно в этом направлении, цифровизацию отрасли будем внедрять. Но, конечно, никакие технические и цифровые новшества не смогут полностью заменить опытного специалиста. За каждым успехом стоит прежде всего труд работников отрасли. Поэтому мы будем и дальше делать все возможное, чтобы у наших агрария было больше возможностей для эффективной работы. Это касается оказания мер поддержки, предоставления грантов начинающим фермерам и семейным животномоческим фермам, выплат субсидий на развитие сельскохозяйственного производства, комплексного развития сельских территорий, в том числе создания необходимой социальной инфраструктуры населения, ввода жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Нам важно, чтобы сельское хозяйство стабильно развивалось. Это вопрос продовольственной безопасности, а значит и благополучия людей. Мы продолжим создавать условия для повышения продовольственной самообеспеченности региона, развития производства высококачественного сельхозпродуктов и наращивания экспорта. У региона есть хороший потенциал, а главное, есть люди, которые готовы вкладывать свой труд в развитие отрасли. Еще раз спасибо всем работникам сельского хозяйства за преданность делу, за достойные показатели, которые каждый год достигаются в агропромышленном комплексе Адыгеи. В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета ХАС и Республики Адыгея Владимир Нарожный, заместитель премьер-министра Республики Вячеслав Сапиев, министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов, которые также поздравили сельхозтоваропроизводителей с успешным окончанием уборочной страды. Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Анзаур Куанов в своем докладе отразил лучших аграриев, сельхозпредприятий и муниципалитеты, которые собрали самый большой урожай зерновых. Со своей стороны хотел бы присоединиться к теплым словам и пожелать аграриям успеха в будущем и поблагодарить за работу в текущем году. Сейчас я хотел бы огласить те призовые места, которые по итогам соревнования были определены. По результатам работы Агропромышленного комплекса Республики в 2020 году главой Республики Адыгея учредили призовые места и денежные премии передовикам в следующих номинациях. В номинации приз главы Республики Адыгея за наиболее высокие показатели в области сельхозпроизводства среди муниципальных образований по первой природно-плиматической зоне определен Шаргеновский район. Урожайность в районе достигнута 56,8 центнеров с гектара. Району награждается дипломом главы и денежные премии в размере 100 тысяч рублей. По второй природно-плиматической зоне награждается Майкопский район. Здесь урожайность составила 52,2 центнера с гектара. Награждается также дипломом и денежной премией в размере 100 тысяч рублей. Две природно-плиматические зоны у нас определены. Это в зависимости от условий. В первую зону входят Геогинский, Кашхабрский, Костоквардейский, Шаргеновский район. Во вторую – Майкопский район, Токтамукайский, Киучерский, город Майкоп. В завершении ВКС в администрации Кашхабрского района состоялась церемония чествования передовиков жатвы 2020. Лучших тружеников района наградил Заур Хамирзов. Так, победителем соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 2020 года среди комбайновых экипажей стал комбайнер ИП главы КФХ Кушнаренко Валерий Мишхожев. Он был отмечен дипломом главы Республики Адыгея. Благодарностью Госсовета ХАС и Республики Адыгея за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Адыгеи были отмечены главы КФХ Алексей Кушнаренко и Мурат Брушев.